Доктор экономических наук 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 связанные с цифровизацией общества и экономики в целом. То есть все очень по-разному, очень дифференцированно. Но в общем российская ситуация будет, прежде всего, определяться двумя факторами. Говорить, опять же, это действительно необходимостью ужесточения либо возможности послабления кандидатных ограничений и динамика мировых цен на торгуемые товары. А вот по вашему мнению личному, сколько все-таки времени понадобится российской экономике вернуться к той точке, которая была ровно год назад, например, в том же декабре 2019-го? Ну здесь, опять же, можно говорить о том, что в России ситуация чуть похуже, чем в мировой экономике, если там по ОССР говорит, примерно так, за 2020 год ценит падение, то есть в целом примерно в 5,2%, то в России где-то 6,5%, хотя в некоторых случаях консенсационный прогноз улучшается. То есть в этом плане, если мы даже восстановим ситуацию, то есть что вряд ли возможно, то есть я думаю, где-то 3-4% такие вещи как бы отыгрывания, да, то есть как бы по следующему году, то есть это прирост по сравнению с 2020 годом, да, потому что считается, что будет у 2020 года выпуск объемы все показатели, характеризующие там выпуски, да, то есть национальные экономики, доходы и прочие параметры макроэкономические, то если говорить о ситуации с 2019 годом, да, то есть, ну скажем так, доковидным годом, то здесь, конечно, то есть в лучшем случае 2022 год, когда мы можем так выйти на показатели по национальной экономике, реальные показатели, опять же, то есть примерно, да, то есть как бы вот в середине, ну как бы в 22-м только году, в лучшем случае. Вот как вы только что сказали, да, несколько лет буквально понадобится для того, чтобы выйти из, хоть немножечко выйти, да, наладить вот экономическую ситуацию в стране. Как вы считаете, все-таки власть должна продолжить стимулировать экономику в целом страны, и регионов, и отдельных там предприятий, малого, среднего бизнеса, которые есть сейчас? И что вообще дальше? Ну тут все относительно, что стимулирование, если там сравнивать с странами европейскими, или Соединенными Штатами, или Китаем, или другими странами, у нас объем-то господдержки существенно меньше, чем в других странах. И господдержки как малого и среднего бизнеса, о котором вы сказали, и поддержки домохозяйств, которые, ну, по-прежнему, несмотря на некоторые там разовые выплаты, да, в отдельной категории населения, все равно существенно ниже, чем, ну, в той же самой европейских странах, Германии, там, как бы, и Соединенных Штатах Америки, да, то есть, как бы, где существенно, да, было меры по стимулированию совокупного спроса, и спроса конечного домохозяйства, спроса или поддержки инвестиционного процесса для малого и среднего бизнеса, поддержки просто выживания для малого и среднего бизнеса. Поэтому, конечно, хоть минимум не ухудшение ситуации допускается. Тем более, что многие страны не боятся увеличить свои размеры госдолга. В состоянии, правда, на третий квартал текущего года гигантский, то есть очередной пробит, скажем так, потолок по мировому долгу 227 триллионов долларов. Представьте себе цифру, это в масштабах мировой экономики, это размер долга. То есть Российская Федерация тоже заявляет о том, что она готова пойти на более мягкую бюджетную политику с точки зрения дефицита, чтобы продолжить социальные программы, и меры по поддержке бизнеса, в том числе и дефицита бюджета. Но у нас все-таки скромнее ситуация с точки зрения этих бюджетных правил и процессов применительно к поддержке. То есть все-таки наши монетарные власти и фискальные власти, ну, прежде чем, конечно, фискальные власти, это и Министерство финансов, да, то есть как бы и... То есть не очень неохотно, да, то есть идут на бюджетный дефицит, и если в лучшем случае идет скупоривание, извините, за выражение кубышки, то есть средств Фонда национального благосостояния, да, то есть как бы, ну, резервных, накопленных за предыдущие периоды времени, то, скажем так, в других странах это давно охотно делается, да, то есть как бы и у нас как бы все-таки надо больше, все-таки, на мой взгляд, увеличивать, да, то есть размеры как бы социальной поддержки, прежде всего того бизнеса, который, ну, реально дает, дает рабочие места, дает отдачу, это малый и средний. Если все-таки вот эта поддержка, ну, не будет такая активная, либо ее не будет вообще, потому что 2021 год, ну, наверное, непредсказуем, как был 2020-й, все-таки кто выживет, кто останется на рынке, а кто навсегда уйдет, какой, может быть, процент по прогнозам сможет выжить в такой ситуации? Ну, здесь однозначно сказать нельзя, потому что, ну, опять же, сектора экономики очень разные, и действительно, вот 2020 год – это год серьезной трансформации бизнеса, да, с точки зрения и моделей развития, и с точки зрения вообще подхода к пониманию того, что есть. Вот, опять же, я упоминал тут про Саксо Банк, то есть говорят о том, что многие мегаполисы будут вымирать с переходом на удаленку, и я вот, по-моему, в некоторых прошлых интервью, да, в том числе и в этой студии рассказывал, что сейчас бизнес пытается, в том числе, делать таким образом, чтобы экономить на издержках вплоть до, ну, прежде всего, офисных издержках, да, в связи с возможностью расширения удаленной работы, и как раз вот там, возможно, мы еще затронем вопрос по поводу, как бы, занятости, изменения структуры занятости, то есть возникнет, естественно, ситуация, что, ну, ты разные виды бизнеса по-разному адаптируешься к этим ситуациям, где-то, в принципе, невозможно адаптироваться, где-то… Есть варианты удаленной работы, там больше онлайн-продаж, больше, как говорится, движение в сторону конечных потребителей, которые, ну, как бы, имеют возможность, как бы, приобретать товары и услуги в несколько иных форматах, более, возможно, удобных для них, и, может быть, менее, скажем так, затратных для фирм в том числе. И тут говорит о том, что вот эти предприятия могут умереть, могут те, кто вообще не думает меняться. То есть надо меняться, то есть время изменений, конечно, возникает, и необходимо приспосабливаться. Даже те предприниматели, с которыми я общаюсь, которые раньше даже не думали о онлайн-продажах, о попытке, скажем так, визуализировать свои торговые, прежде всего, операции или операции по продвижению своих товаров, они, конечно, уже сейчас это сделали, или те, кто не сделали, будут делать в ближайшее время, выстраивать новые платформы, использовать различные инструменты через продвижение товаров с помощью нейронных сетей, чат-ботов и так далее, то есть для расширения своих потенциала для развития. Поэтому, конечно, говорить о том, что прежде всего, те, кто мечтает развиваться дальше, они и будут развиваться. Наверное, не стоит забывать, что на фоне пандемии у нас произошло еще ряд причин, которые способствовали этому появлению кризиса. Это падение цен на нефть, фондовые рынки, обвал. Как вы считаете, в будущем году какая перспектива в этом направлении? Продолжится ли? Ну, здесь причины и следствия, на самом деле, тут не надо путать. То есть, условно говоря, прежде всего, падение глобального спроса, начиная с Китая, заканчивая с линиями страны, с подними ограничениями спимулировали, в том числе, падение цен на нефть, в том числе. То есть, еще, конечно, не единственная причина. Отсюда вот эти, скажем так, акцессы, которые были в марте-апреле, когда и цены на российскую торговую нефть на экспорт шли меньше 10 долларов, что было абсолютно невыгодно. И отсутствие продаж. Отсюда и вот этот известный сюжет из 20-го, по-моему, апреля, когда минус 37 долларов за баррель на биржевая история. И тем самым, да, то есть, конечно, и рынки реагировали адекватно, да, то есть, как бы, индексы, что S&P, что Dow Jones, что зарубежные индексы, да, то есть, как бы, и прочие индексы DAX, то есть, как бы, Nikkei, что российские индексы, МВБ, РТС, они все, так или иначе, демонстрировали динамику, связанную с движением, в принципе, да, вот, под влиянием пандемийных, так или иначе, или там, вызыванных пандемией, в том числе, процессов на реальном секторе и, как следствие, да, на фондовых рынках. Но вот, если говорить о движении индексов, мы понимаем, что этот год очень сильно, скажем так, такое ралли своеобразное, то есть, начиная с мартовского падения, как бы, пик, который пришелся на 16-18 число, там, есть, как и российские рынки, начиная до небольшого подъема и коррекции, потом, дальнейшее, опять же, летний, там, тоже ралли, который, там, в сентябре пришел к снижению индекса, и сейчас, вот, последние, там, месяца-два наблюдается рост. То есть, в этом плане, то есть, как бы, даже до кризисного уровня, то есть, до февральского, скажем так, уровня, некоторые бумаги вернулись, индексы фондовые, да, то есть, вернулись, в том числе, и в Российской Федерации. Потом нельзя говорить о том, что все плохо, да, весь год все падало. То есть, однозначно, что было такое движение, и очень интересное движение, такое неоднозначно, где-то, действительно, было спекулятивными вызвано причинами, где-то вызвано причинами, ну, скажем так, фундаментального характера, да, то есть, как бы, вот, и здесь эти истории, ну, так я тут прямой связки бы не стал говорить, но, хотя, если говорить о том, что будет на следующий год, тут очень неоднозначно, то есть, опять же, все будет зависеть от вот этих всех процессов, которые часто имеют спекулятивный характер, то есть, примитивно к движению индексов фондовых, но в целом. А насколько вероятен рост инфляции? Ну, инфляционные процессы, они вообще, на самом деле, очень такие, носят непростой характер. Сейчас, в последние, там, две-три недели в дискурсе идет вопрос по поводу цены продовольствия, известного сказания Владимира Владимировича, и даже и всемирные, да, то есть, как бы, вот, по-моему, банк, да, заботился о этой проблеме, что как же вот так в России, там, начиная, там, в том числе, говорит о ценах на продовольствие, там, может, провести мировое продовольственное, там, движение, ну, вот, та же самая пресловутая подсолнечное масло и сахар, которые, вспоминаю, сейчас, действительно резко скакнули, но они, конечно, то есть, индексы цен, они формируются, как бы, из множества товаров, да, то есть, если ПЦ, говорит, которым рассчитываются основные, там, индексные показатели примитивно-конфляционного процесса, он составляет из-за товаров, и там есть веса, то есть, которые, вот, там, товары, которые скакнули резко, да, то есть, как бы, они, может, существенны психологической точки зрения, да, то есть, и бюджеты потребителей некоторых, да, вот, потребители важны, потому что это в маре последневного спроса, да, то есть, продовольственные продукты, но с точки зрения, там, макроэкономических показателей инфляции, то есть, они не сильно повлияли, но тут было 3,7, стало 4,4 по ноябрю, то есть, просто сравнивают, там, октябрьский и декабрь-ноябрьский показатели официальной статистики. Что же касается следующего года, ну, да, вот, возможно, если будут меры дальнейшего стимулирования спроса совокупного, они могут спровоцировать небольшой и незначительный рост цен, но, опять же, все же упирается же в объемы производства и доходы населения, которые на следующий год, в лучшем случае, там, могут, ну, скажем так, возникать ситуация десфляции, то есть, ну, вернее, у нас немножко и другой вариант, то есть, еще о том, что, может быть, не так будут быстро они расти, но они не будут, ну, пределы до 10%, 6, 7, 8, да, вот этот диапазон, который, скорее всего, будет ориентироваться, тем более, что, опять же, да, то есть, как бы, вот таких объективных, там, причин для резкого роста, они могут быть связаны только, ну, с какими-то, вот, с такими глобальными структурными изменениями, потому что, ну, российская ситуация, да, уже в последние, даже период времени нулевых годов, да, то есть, наблюдаем, что, все-таки, у нас темпы роста цен не являются, там, аналогичным, там, нулевым годам, даже начальных годов или, не говоря, же 90-х. Какая, на Ваш взгляд, будет политика у Центробанка, вот, что будет с ключевой ставкой и, следовательно, со ставками на кредиты и депозиты? Ну, у Банка России политика одна, это таргетирование инфляции, как целевой элемент, который накратно уже говорилось, что они этой политике будут придерживаться, других вариантов для них, в общем-то, и нет. И уже многократно Религерская обеззадована, да, что в своих интервью говорила о том, что мы будем придерживаться с своей консервативной политикой в отношении, как раз, вот, прежде всего, основной цели работы Центробанка, таргетирования, и, конечно, монетарные факторы, которые могут воздействовать, они могут контролировать, а не монетарные – нет. Те же самые мировые продовольствия, да, то есть, как бы, там, импортируемая инфляция в связи с этим, проблемы, да, то есть, могут быть. Те же самые, ну, скажем так, проблемы вот внешних шоков, да, то есть, которые, как мы говорим, и внутренних шоков связаны с пандемийными ограничениями, которые могут привести вот к таким вот всплескам, да, которые с этим связаны. Ну, и здесь, да, вот, если мы обсуждаем тематику, связанную с ключевой ставкой, ну, на мой взгляд, уже еще по весне, когда шла речь о том, что надо как-то бороться с кризисом, в том числе не только, там, с помощью мер социального характера и через поддержку малого и среднего бизнеса, но и через монетарную политику, многие эксперты, вот, предлагали все-таки существенно снизить, да, то есть, там, было 6% весной, по-моему, ставка, да, то есть, она, он поменялась, там, вот, 27 июля, если не ошибаюсь, да, то есть, как бы, ключевая ставка, или ставка финансирования Банка России, но, скажем так, вот этот ориентир, да, 4-5%, он же в районе, да, то есть, как бы, плюс-минус, да, то есть, в долгосрочном периоде все равно состоится с целью проинфляции, поэтому, конечно, да, реально, то есть, нужно, чтобы, вот, как бы, цель проинфляции, либо должна быть ниже, да, то есть, либо тогда под нее будут устраиваться изменения ключевой ставки. То есть, вот этот вот диапазон 4-6%, да, вот, может быть, действительно, даже небольшое повышение потенциальной ключевой ставки может оказаться, ну, в связи с тем, что действительно будут сплесканы какие-то отдельные, там, группы товаров, да, то есть, как бы, их влияет на показатели по инфляции, может спровоцировать Банк России в целом, да, то есть, незначительное повышение, ну, в пределах 0,5-1% пункт. Про снижение я ниже 4-х даже и не предполагаю, что это будет. Это, естественно, повлияет, как влияет на кредиты и на ставки по кредитам. Ну, на мой взгляд, сейчас ставки по кредитам и так завышены с точки зрения потребительского сектора, потому что банки, в основном, номинируя или, там, заобъявляя, там, какие-то номинальные ставки, они по-прежнему, да, то есть, как бы, очень активно сопровождают, то есть, как бы, садеги суразного миссилинга, да, то есть, как бы, дополнительные услуги, которые существенно, в практически полтора раза повышают реальную процентную ставку, по сравнению с заявляемыми номинальными. Ну, то, о чем говорить. Сейчас с этим пытаются бороться, я с этим уже чуть коснусь, буквально 2 секунды. Вот, специальное было совещание, вчера смотрел материалы по поводу того, как пытаться бороться, да, вот, с избыточным миссилингом, с навязанными услугами, которые повышают стоимость обслуживания кредитов для категории населения потребительским кредитами, не только. И, конечно, да, то есть, как бы, сейчас, вот, вроде как, и банк России принимает меры в этом направлении. Тогда вот ставки будут реальные для населения, для заемщиков ниже. Но для предприятий, то есть, по-прежнему, ставки уже более-менее адекватные, там, для, уже в районе чуть-чуть выше, то есть, от кредитного сервиса. А как вы посоветуете вести себя гражданам? Во что вкладывать деньги? Может быть, в золото? Может быть, в недвижимость? И стоит ли вообще брать кредиты? Ну, в такой вот неспокойной, да, экономической ситуации? Я тут уже многократно отвечал на этот вопрос подобный, да, то есть, здесь все зависит от потребностей конкретного человека. А ставки, вот сейчас, опять же, отдельная тема, это вот тот пресловутый пузырь, о котором говорилось несколько, там, времени назад, то есть, главу Центрального банка, который был спровоцирован, то есть, спровоцировал рост цен, то есть, как бы, на недвижимость некоторых регионов Российской Федерации, в том числе в нашем регионе, так сказать. То есть, за сентябрь, правда, цифры, которые я не имею, то есть, как бы, чуть ли не цены выросли на 6-7%, то есть, за месяц, да, то есть, как бы, по недвижимости. То есть, естественно, это было спровоцировано в том числе, как считают наши монетарные власти, то есть, как бы, снижением, ну, как бы, вот, стало, по-почти, до 6-7%, то есть, ну, реально, действительно, ставки стали ниже по сравнению, там, с прошлым годом, среднеизвешенные. И меры господдержки, в том числе для молодых семей, да, то есть, как бы, помогает этому, да, то есть, как бы, решать проблему. Естественно, это провоцирует цены на, ну, скажем так, бюджетное жилье, да, то есть, в некоторых регионах, мегаполисах, да, то есть, хотя, например, в Москве, то есть, ситуация не такая, может быть, печальная, особенно по аренде и так далее. Но вот, по сути своей, говоря об инвестиционных процессах, да, то есть, как бы, вот, в принципе, куда девать свободные деньги или что-то еще, то здесь, мне кажется, должна быть какая-то стратегия, извините за выражение, без паники и без дерганий. Есть у человека потребность, надо смотреть, насколько, действительно, ему нужна эта недвижимость. Нужна ли ему вторая недвижимость? Большой вопрос. Я предостерегаю, то есть, уже объясняю в многих примерах, от ситуации, аналогичная ситуация 2009-2008 года, когда многие, там, ориентируясь на стратегию рантье, мы берем ипотечные кредиты, мы завозим долги, потому что цены недвижимости растут быстрее, чем ставки по кредитам. Ну, не совсем так, это очень опасный путь. То же самое, то же касается золота и других элементов. Здесь по золоту по-прежнему есть это ограничение, связанное с НДС, есть, ну, как бы, бумаги, да, то есть, которые выпускаются, скажем так, ну, инструменты, которые привязаны, там, к цене золота, да, то есть, некоторые банки пытаются эти инструменты предлагать. Ну, здесь тоже, как бы, понимаете, цена золота очень сильно зависит от конъюнктурных элементов. То есть, естественно, акции золота в бывающей компании, типа Полюса или Лензолота, да, то есть, они тоже сильно колеблются, они сейчас вот падают, допустим, снижаются, то есть, как бы, после роста, там, некоторое период времени. Здесь надо понимать, что надо ресурсировать риски, активы свои, которые вы пытаетесь вкладывать, то есть, сохранить деньги от инфляции или, там, приумножить, может быть, да. Здесь я тут не могу сказать назначенный ответ, да, действительно, когда эти пять коррозин будет, а не только три, там, связанные с валютами, или, там, когда, есть разные инструменты, когда есть возможность рефицировать это все, это, конечно, оптимальный вариант. Наверное, уже в завершении разговора, вот этот самый обвал, если это можно так назвать, общий, да, на фоне коронакризиса, обвал экономики, может ли послужить причиной для перезапуска системы построения экономики? Да, и если да, то как эту систему, которая выработана уже десятилетиями, да, можно поменять? Вы знаете, такой очень непростой вопрос, дело в том, что вот мы как раз вот недавно в рамках нашего одного из проектов обсуждали эти альтернативы и стратегии развития, и, на самом деле, ну, вот я, мы так три варианта, что называется, видим, да, вот есть консервативный, базовый сценарий, мы так назовем, который, по-прежнему, я думаю, реализоваться будет в ближайшее время, как минимум, в рамках нынешней модели экономико-политической, политико-экономической скорее, то есть модели развития через нацпроекты, через активное, там, госучастие, в том числе элементы ручного управления через поддержку сырьевого компаний, там, называемых национальных чемпионов, ну, и какие-то анклавы, да, то есть, как бы, будем так называть, инновационного развития, типа, Сколково, да, то есть, как бы, и новый перезапуск, как раз, системы институтов развития, попытка, там, оживить, может быть, некоторые, да, проекты еще запущены в середине нулевых годов, да, то есть, как бы, и при этом по-прежнему сохраняется территория, там, технологического модернизма, организация, переходник к промышленности 4.0, то есть, там, попытки выйти на что технологический вклад и так далее, то есть, это такая риторика в большей степени чем-то, он связан с реальными составляющими. Второй тренд, который, ну, в принципе, тоже существует, который активно говорят, это больший социальный аспект, то есть, вот, возникают вот эти идеи, которые мы здесь тоже обсуждали по поводу четырехдневной рабочей недели, по поводу перехода к, безусловно, бальсонному доходу, который очень активно, там, в том числе, со стороны, там, Медведева, ну, не очень активно, но активно, заявляется об этом, что надо обсуждать в рамках экспертного сообщества, мы ведь тоже с коллегами выгоды и издержки этих проектов рассматривали, да, вот, и многие страны, теперь Швейцария, отказываются даже от ББД, безусловно, баясонного дохода, потому что боятся, что слишком большое социальный аждивенство в связи с европейскими процессами, там, миграции и так далее, можно наблюдать. В нашей стране это тоже очень непростой путь, и, ну, хотя бы элементы, там, можно, там, говорить об этом. И третье, ну, вот, будем так называть, это прорывные модернизационные вещи, там, и, опять же, тут потенциал цифровизации, развитие, как бы, вот, я говорил о нквавных каких-то механизмах, там, перехода к шестному технологическому укладу, но вот здесь надо, мне кажется, давать, ну, вот, была хорошая, вот, на мой взгляд, очень такая яркая мера, да, вот, через послание президента, о том, чтобы резко снизить налоговложение компаний технологического сектора, да, вот, по весне еще заявлялось, не знаю, сколько это реализовалось до конца. Ну, вот это вот те вещи, которые предполагают, что вот для тех конкретно способных бизнесов, которые развиваются, дают новые рабочие места, как минимум, да, то есть, как бы, здесь надо смотреть с точки зрения их отличия, да, то есть, это действительно должна быть, ну, реальная оценка, да, то есть, ну, это очень сложно дезинфицированным путем, потому что критерии непростые, то есть, как бы, перехода от, ну, как бы, вот, отличия, называется, традиционного бизнеса, да, то есть, от, действительно, инновационного нового, который возник с нуля, который, действительно, возник благодаря инициативе предпринимателей, и там, действительно, налоговая нагрузка должна быть совершенно иная, да, какой-то сделан для... сфере IT. И это не только же сфера IT, то есть какие-то вещи связаны с производством промышленной продукции, сельскохозяйственной продукцией, его переработкой. И здесь, конечно, режим многовложения фискальная политика или, в принципе, субсидирование должна быть очень точечной. Здесь, конечно, эта проблема скатится к волюнтаризму, но она, возможно, как бы, можно это решить через экспертизу, или, возможно, базовую поддержку с какими-то гарантиями технических структур. То есть это как бы вариант, который возможен быть. Это именно вот такие цифровизации по чрезвычайному направлению, плюс точечная поддержка именно в инновационных отраслях. Это вот третий вариант для стратегии модернизации потенциальных. Евгений Алексеевич, большое спасибо за интервью. А я напомню, это было интервью с доктором экономических наук, заведующим кафедрой экономической теории и предпринимательством ГУ имени Достоевского Евгением Капагузовым. В студии была Анастасия Кишмирешкина. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok